Несмотря на то, что в связи с изменениями федерального закона о местном самоуправлении, когда из 39 полномочий, закрепленных за поселениями, осталось 13, и сроки выполнения намеченных работ были сдвинуты, администрация Молоковского сельского поселения в первом полугодии 2014 года справилась с намеченным, о чем и доложил на традиционном отчете перед избирателями глава Эдуарда Радушкин. Среди прочих намеченных дел на 2014 год, как-то ремонт дорог, уборка и благоустройство территорий и многое другое, администрация и совет депутатов уделил большое внимание законодательной работе. Основной задачей сейчас, на данный момент, стоит принятие концепции развития сельского поселения на 2014-2016 годы. За эту концепцию тоже идёт довольно-таки буквально по шагово. Мы эту проблему решаем. Я думаю, что до конца августа мы эту концепцию примем. Ставя перед собой долгосрочную перспективу развития поселения, администрация в том числе работает и над оформлением земель муниципальную собственность под такими объектами, как скверы, спортивные и детские площадки. Для населения Орлова сделали хорошую детскую площадку. Детям нравится, мамам нравится. В администрации постоянно ведётся социальная работа. Граждане, имеющие низкий совокупный доход, получают доплату. Участники Великой Отечественной войны и Трудового фронта к празднику Победы подарки и дневновременные выплаты. В празднику Светлой Пасхи категория много проживающих граждан получили пасхальные наборы. Три человека, обратившиеся к нам за помощью, получили дневновременную материальную поддержку. Совместно с коллективом ДК «Буревестник» были проведены тематические вечера для пожилого населения. В поселении проводятся мероприятия по нравственно-духовному воспитанию, в которых принимает участие и местная церковь. Из наиболее запомнившейся акции «Свеча памяти» была, потом акции «Родники». Это два родника в селе Остров и в селе Молоково. Ребята, школьники обустраивали, и потом мы поставили там кресты. Одним из важных направлений деятельности администрации является обеспечение безопасности граждан. В поселении действует добровольная народная дружина. Почти во всех населенных пунктах установлены камеры видеонаблюдения. В плане безопасности граждан сделано и многое другое. Живое участие во многих начинаниях принимают неравнодушные жители. Мне нравится, что здесь представительная вещь власти, исполнительная вещь. И все элиты, которые живут в этом поселении, они как единая команда. Все это умение главы поселения строить правильный диалог со всеми структурами. Эдуард Петрович, он руководитель молодой, перспективный. Он будет делать все, что от него зависит, чтобы граждане поселения Молоковска чувствовали себя под заботой исполнительной власти. В поселении много еще и нерешенных задач. Это и нехватка врачей, а педиатра вообще нет. Не везде на дорогах установлены лежачие полицейские. По-прежнему нет и станции обезжелезывания воды. Задача номер один – построить станцию обезжелезывания. Я это упорно говорю. Я могу сказать, что за этот период провел порядка 14 переговоров именно по этой части. И на сегодня мы продвинулись серьезно. Общим собранием было принято решение признать работу администрации сельского поселения Молоковская за первое полугодие 2014 года удовлетворительным. Людмила Медведева и я, Дамя, Елена Кошлева, Видной ТВ.